всем привет вы на канале крипто комнат и что мы видим биткоин поднимается альты к биткоину красные все напуганы конец лета сезона или просто локальная коррекция чего нам ожидать давайте попробуем разобраться вместе если вы у нас впервые если вам нравится крипто контент не забудьте подписаться на канал поставить лайк кому сейчас легко слушайте все задаются вопросом что происходит я вижу очень медвежье настроение на тему альткоинов ну что тут скажешь биткоин идет наверх пока никаких признаков на разворот нету кроме вот этой вот тени с битстампа который мы видели тем не менее мы можем видеть что есть уже медвежий дивер на четырех часах и возможно что как раз биткоин устал идти наверх и пойдет в бок или вниз и в этот момент альткоин это собственно и отскочит потому что очень много медвежьих спекуляций на тему альткоинов посмотрите на тот же dash btc все он пробивает днище и кажется что надо это шортить но вы же знаете сами как бывает испытывают вашу психику сейчас вы шортанете продадите а потом окажется что мы очень быстро вернемся обратно к средним значениям допустим вот этот коридор где мы торговались и это просто окажется ложным пробоем и потом это все пойдет еще выше потому что все за шортят и даже такой сценарий не сломает траекторию повышающихся минимумов на этом глобальном развороте к биткоину на что я хочу обратить ваше внимание ну во первых вот по trdr.io у нас тут с вами есть по биткоину продавец уже такой достаточно серьезный продавец которого могут конечно вынести но в целом покупатели мы видим что гораздо меньше тут а если вы посмотрите на тот же dash btc с бинанса по этой агрегации то тут вы видите наоборот очень большую очень сильную поддержку покупателя гораздо более сильную даже чем вот здесь смотрите и абсолютное отсутствие продавца как вы можете сами видеть так что это лишь вопрос времени когда альты отскочат о чем нам также говорит график total посмотрите total у нас на самом деле с вами общая рыночная капитализация смотрится очень побычи да мы идем вот к этой кто-то может сказать что двойная вершина или тройная на самом деле когда мы так близко подбиваемся к уровню это образует вот такой восходящий треугольничек и как правило это чаще всего пробивается дальше наверх но эта капитализация общая вместе с биткойном а капитализация альткойнов тоже видит небольшую коррекцию сейчас но на дневном таймфрейме смотрится все еще достаточно побычи а на недельном так и подавно то есть что это может быть это может быть просто погоня за стопами и вытряхивание слабых рук из рынка как это обычно и бывает то есть грубо говоря доминация сейчас отскакивает все об этом говорят да и вот у нас тут есть некое параболическое закругление тем не менее какой-то момент это дело отрабатывает назад и опускается к примерной линии поддержки то есть даже если сейчас будет более серьезный отскок доминации которым все спекулируют то есть биткоине выгоднее будет находиться чем в альтах я думаю что все равно мы увидим сейчас отскок вот буквально в настоящий момент потому что мы очень-очень перепроданы по альтам хотя опять же у нас money flow на дневке по доминации переходит в зеленую зону и возможно да мы увидим более серьезную коррекцию по альтам поэтому ситуация конечно двоякая ничего не скажешь тем временем хочу вам сказать что рынок все равно очень бычий и стоит обратить свое внимание еще на акции компании microstrategy это компания майкл сейлора чьи активы находятся на 99 процентов в биткоине если не на 100 и конечно же эта штука очень волатильна и зависит от битка то есть это грубо говоря такой индекс битка еще больший но тем не менее microstrategy идет наверх на дневном тайфрейме и есть ближайшее сопротивление вот тут в районе 800 долларов и по microstrategy опять же здесь у нас зеленое пересечение на маркет сайфер то есть по ходу мы идем в лонг если microstrategy сейчас закрепляется выше этого уровня это очень бычий сигнал это подтверждающий скажем так сигнал на лонг по биткоину и по альткоином тоже ребята несмотря на то что институционалы в большинстве ходят в биток и в эфир также они будут входить и в альткойна особенно когда увидят что вы их продадите поэтому да терпение и труд опять же все эти выбросы я вам показывал но вот на примере dash btc когда мы очень сильно вот так вот закругленно падаем мы потом в какой-то момент очень сильно отскакиваем то есть эта фаза накопления а не продажи в минус опять же тут все в зеленых точках и в диверах учитывайте этот момент по лайткоину тоже это скорее всего очень хорошо видно понятно что неприятно там многим сейчас все говорят вот блин мы тут накупили дно но по лайткоину это видно абсолютно посмотрите мы находимся на дне аккумулируемся здесь уже год лайткоин к биткоину и сейчас пошел ложный пробой то есть в принципе очень похожая ситуация на то что было вот здесь смотрите у нас было тоже дно шестнадцатом году шестнадцатом семнадцатом году смотреть у нас тоже было дно да потом мы ушли чуть чуть ниже этого дна вот здесь потом всех тормознула по стопам все вышли и мы улетели наверх собственно этот полет наверх уже был некритично взяли везде здесь или по пути усреднились понимаете даже если вы сделали здесь терпение победило поэтому сейчас то же самое если вы набирали здесь не отчаивайтесь не продавайте ниже на мой взгляд добирайте если есть чем опять же благо мы торгуем на разных биржах разными активами у нас всегда есть, что перелить. И будет вам профит. Собственно, я так и сделал. Я на Bybit прикрыл часть своих лонгов. То есть, как? Я разгрузил. Пока мы падали, я разгружал профиты там, где они были. Вот. Соответственно, вы можете видеть, что дневной забранный PNL. 750 тысяч сатоши по битку. Тут небольшие позиции. 0.36 эфира и 650 риплов. То есть, грубо говоря, я разгрузил еще где-то четверть позиции. И сделал я это потому, что в том числе, конечно же, потому что Bybit залистили дэш, ребята. Сегодня наша любимая биржа Bybit залистила дэш. Правда, пока не в спот и не на инверсную маржу, а на USDT маржу. Но залистили именно контракт дэш. То есть, вы можете имея в обеспечении тезер, торговать дэшиком прямо на Bybit. Ребята, вот такая замечательная новость для всех дэш-ходлеров и дэш-туземунеров. По дэшу очень хорошие, на самом деле, новости грядут. Так что не успеете и укупить его. Вот. Отличная зона для накопления, я считаю. Посмотрите, как много покупают его здесь. Я думаю, неспроста. Неспроста его покупают, потому что уже давно пора отстреливать. Так что что? Так что я, думаю, на самом деле, сейчас закончу запись этого видео и буду расставлять тут лимитки на заход в позицию по дэшу. На Bybit очень удобно. Один контракт – это один дэш, как вы понимаете. И на Bybit очень удобно, если вот, допустим, хотите взять позу на 100 контрактов, нажимаете Open Long, и у вас сначала выскакивает окошко с примерной ценой ликвидации. То есть, не надо идти в калькулятор, как на Binance считать, у вас не сразу откроется позиция, а вы увидите цену ликвидации, можете поставить Stop Loss, Take Profit. Вот здесь вот сразу. Допустим, если сейчас открыть и поставить Take Profit на 300 баксов, то такая позиция принесет 12400 долларов профита. А Stop Loss можно поставить, грубо говоря, куда-нибудь на 170 и потерять всего 550 баксов. Нормальный такой соотношение риск-награда, да? Ну, дисклеймер, конечно же, торговля с плечом очень опасная история. Только для опытных хомикадзе. Так что вот, возьму я для начала хотя бы 10 контрактиков прямо по текущей цене, без цены ликвидации, чтобы поддержать, как говорится, рынок. Все, короче, начинаю набирать позицию по Dash, прямо по рынку захожу, потихоньку 20 контрактов, цены ликвидации пока нету. Можно ведрами расставить еще пониже куда-нибудь до бор. В принципе, и так цена, я считаю, очень хорошая, ребят. Ну, альты в любом случае сейчас пойдут отскакивать, и вы таких цен больше не увидите. Заходим в Dash понемножку. Ну, а так, что можно еще сказать? Фандинг рейт безотносительный. Альтам, конечно, жопа полная к биткоину, но, опять же, это отличное место, где вы хотите покупать, а не продавать. Вы же понимаете, что это все красным цветом, это скидки. Это скидки альтов к биткоину. Некоторые, видите, по 30%, по 20%, по 25%. Не все, конечно же, не все, но большая часть альтов отрастут. Наверняка. Вот шибу только сейчас уже лучше не брать, на всякий случай вдруг тоже упадет так. А остальные альточки потихонечку подбираем, действуем с холодной головой, не жадничаем, и будет вам профит. Смотри, а Dash пошел отскакивать сразу. Короче, набираю позицию по Dash тоже. Всем профитроли, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и скоро увидимся, пока.